всем привет это новый диалог на простых числах и сегодня в студии с арфаэлем абдуловым мы подведем экономические итоги уходящего 2022 года добрый вечер рафаэль ну наверное очевидно что главным событием уходящего года стали санкции пришедшие сразу после объявления о специальной военной операции на украине тогда в феврале 22 года многие эксперты давали совершенно противоречивые прогнозы относительно влияния этих санкций на россию кто-то полагал что россия легко их пройдет но обычно охранительского толка комментарии такого рода приходили дескать мы уже проходили санкции 14 года не тянутся и вроде не развалилась русь матушка наоборот санкции только на пользу и значит надо сказать спасибо западному миру за то что он создает такие благоприятные условия которые как усиливают иммунитет российской экономики позволяя ей преодолевать новые трудности была противоположная точка зрения обычно такая прозападно либерального толка то что все катастрофа не сегодня завтра нулем пустые полки в магазинах голод распад страны и такой конец вот это 30-летие постсоветского которое завершилось вот таким окончательным уничтожением тех надежд которые складывались в эпоху ельцинского либерализма но наша позиция была такая более умеренная мы как кажется с тобой даже общались уже в двадцатом году и как раз ставили вопрос о том что катастрофа точно не будет голода не случится зато спасибо советской власти и коллективизации которая решила проблему голода раз навсегда но и особенно позитива ожидать не стоит поскольку даже если в более благоприятных условиях российское государство не смогло решить многие социально-экономические проблемы не решила проблем технологической отсталости то можно было сделать не только до 14 года а даже и в семнадцатом восемнадцатом году когда краткосрочный эффект санкций закончился западные государства не прекращали поставки технологии оборудования машинные техники в нашу страну все это можно было сделать можно было осуществить модернизацию реальную модернизацию остановить устаревание производственных мощностей уже более 52 процентов на этот год этого не было сделано в сложных условиях решить эту задачу будет намного существенность намного сложнее она потребует больших издержек так вот как ты полагаешь вот ближе к концу двадцать второго года нас наверное зрители будут смотреть в двадцать третьем году какой бы диагноз ты поставил бы российской экономики сегодня какую оценку ты бы мог дать российскому государству в лице исполнительной власти центрального банка и правительства да здесь прям большое количество вопросов разного спектра и я постараюсь ответить последовательно действительно мы и в роликах и в интервью мне кажется были более так объективные наша точка зрения была такой взвешенной без паники что там завтра будет обязательно голод но в то же время и без вот этих охранительских позиций касательно санкций действительно их же вели беспрецедентное количество и сегодня россия является лидером по количеству полученных вот этих ограничений санкции они составляют на сегодняшний день около 13 тысяч это просто рекорд это больше в на порядке чем например там иране или кубы или даже северной кореи на стране ссср интересно сколько но ссср все все 70 лет жил под внешним давлением но на по количеству санкций был не так много да но по глубине они были довольно серьезные были до серьезные но последние санкции они отличаются и по качеству на самом деле я вот тут сделаю небольшое уточнение что из этих 13 практически тысяч санкций большая часть где-то почти на 8 с половиной тысяч приходится на санкции на индивидуальные личности персональные можно догадаться что против советского союза такого количества санкций не вводили персональные санкции были высмыслены советское государство советские чиновники не хранили имущество за рубежом да и семьи поэтому и были не столь уязвимы к внешнему давлению да а здесь ну не знаю у некоторых может быть есть повод позлорадствовать вот например у какого-нибудь олигарха отберут яхту где-нибудь там на багамах касательно же вот этих остальных санкций все-таки которые введены против отрасли против например гражданского авиастроения предположим это уже извините касается каждого или против фармацевтики если например на наших прилавках аптеках исчезнут какие-то жизненно важные лекарства то извините это уже будет больно отразиться на здоровье людей касательно еще санкций что пока в полной мере мы не ощутили всю ту не то чтобы уж боль но вот все это влияние которое будет сказываться еще весь 23 и дальше годы не случайно силуанов например заявлял что 23 год наиболее сложный даже самый сложный в его карьере зрение сверстывания бюджета да ведь падают нефтегазовые доходы которые составляют почти 40 процентов доходной части бюджета падают физические поставки уже нефти потому что евросоюз отказывается от нефти газа а вообще в недружественные страны поставки экспортные поставки россии составляли в стоимостном выражении 75 процентов на азию 25 да сейчас на азию конечно же разворачиваются эти потоки доходят до абсурда некоторые проданные там нефть или газ или металлы из китая экспортируются в европу невозможно же все что раньше продавали европе теперь сучить китаю конечно инфраструктура соответствует да инфраструктура выстраивалась на европейские рынки в течение 60 лет даже советского конечно да и так просто развернуть не получится да ну можно конечно привлечь танкеры но опять растут издержки нужно где-то эти танкеры достать естественно они должны быть не под российским флагом потом еще ограничения в следующих пакетов санкций будет распространяться на фрахтованные танкеры под другими флагами на перевозящую российскую нефть то есть такого быть не должно ну и вот напоминает эти эти санкции вот эти каждый раз новые ограничения которые вводит европейский союз каким-то примерами партизанской борьбы белорусов против вермахта в принципе такими санкциями невозможно полностью парализовать российскую экономику и вот превратить ее в руины но можно все время осложнять жизнь российским актером экономическом то есть каждый каждый следующий раз в экспортную или импортную сделку будет совершать все сложнее и сложнее эти ограничения можно обойти но это требует дополнительного приложения как человеческих ресурсов так и финансов все это в конечном счете будет подтачивать рентабельность российских компаний это очень хорошо видно на примере металлургии европа закрыла рынок для стали российских производителей в ходе санкций вроде бы есть азиатский рынок продавай туда сколько хочешь но китай сам является крупнейшим производителем стали плюс ко всему китай не показывает бурных темпов экономического роста значит и не предъявляет такой большой спрос на сталь и таким образом если уж получится продать китай у сталь то с большим дисконтом плюс большими логистическими огромный дисконт это приводит к тому что российские компании продают стальный экспорт с отрицательной рентабельностью 3 3 же говорит о том что остановить производство вроде не остановили но создали значительные трудности преодолевая которые приходится просто тратить больше средств которые можно было бы вложить в инновации в развитие производства конечно да я просто добавлю про дисконты значит 25 35 процентов на нефть на металлы доходит до 50 процентов дисконт и действительно пока если рассматривать это транспортное плечо возросшие риски на фрахт на логистику на страхование груза плюс еще риски того что партнеров азиатских могут наказать за взаимодействие с пункта санкционными компаниями и значит они принимают этот риск и значит они ввиду этого риска просят еще больше дисконты они получаются сегодня отрицательная маржинальность еще конечно же крепкий рубль тут на одном из форумов монторов заявил что курс рубля к доллару 70 рублей это является таким пограничным в плане рентабельности для металлургов все что ниже если 69 рублей уже за доллар это уже металлурги несут убытки соответственно выше там уже можно рассчитывать на какую-то рентабельность только рассчитывать потому что я рассказал об этих скидках дисконтах и прочее вот соответственно европа конечно же усложняет жизнь например отечественным бизнесменам да и простым людям как вот уже обсудили ранее и тут встает вопрос первое а сможет ли евросоюз полностью отказаться от российского газа нефти тут много по этому поводу мнений аналитики в том числе спекуляций где столько заместить такое количество на общем туда продуктов из-за алжира невозможно поставлять есть проекты из туркменистана но их нужно построить норвегия азербайджан да и соединенные штаты которые теперь поставляют на европейский рынок газа больше чем газпром вот это классический пример передел рынков то есть такой марксистский тезис который постоянно озвучиваем борьба за передел рынков вот его эмпирическое проявление то есть даже в таких вещах как поставка ключевого российского экспортного товара газпром из 40 процентов сдвинулся на 7 процентов то есть его доля европейского рынка резко сузился значит и заместили транснациональные корпорации американского континента и катар соответственно тут тоже спг спг доходит до европейских рынков что будет для европы таким образом издержки их возрастут потому что российский дешевый газ да еще и под трубопроводом то есть на логистика очень недорогая соответственно этого ресурса больше не будет выходит что это будет означать дальнейшую индустриали деиндустриализацию европейских стран и вероятно их снижение конкурентоспособности производителей на мировых рынках все эти мерседесы бмв фольксвагены будут стоить как минимум дороже чем например производители и китайских в этом году всемирный банк прогнозирует рост мирового ввп на 3,2 процента несмотря на общеэкономические шоки рост будет но незначительный а что же с россией как изменится российская экономика границах 22 года прогнозы разные и о том что падение ввп будет где-то около минус 4 процентов то есть разных институтов там цб дает 2 и 9 по моему всемирный банк самое существенное падение минус 4,1 но в любом случае это не то падение которое прогнозировали некоторые экономисты в начале года о том что падение составит чуть ли не минус 15 по некоторым данным даже минус 20 нам ну разные были сценарии апокалипсиса вот получается что экономика устояла хотя и спад оказался ну существенный скажем я вот хотел несколько слов добавить все-таки о доходной расходной части бюджетов про доходную это уже сказал о том что она конечно сокращается и достаточно быстро сокращается вот например на летом торговый баланс был резко положительный профицитный то есть продавали за границу намного больше чем покупали импорта практически остановился да и за санкции и первые девять месяцев 22 года были с рекордным профицитом примерно около 200 миллиардов долларов но потом вот уже в октябре и ноябре на профицит резко стал замедляться но импорт можно сказать и восстанавливался плюс там параллельный импорт хотя там не очень уж большие 20 миллиардов долларов это 10 процентов от обычного импорта да поэтому на него конечно мы не можем сказать что это какой-то занимает большой вес в общем импорте но все же из-за того что физические поставки начали сокращаться цены немного упали и на нефть и на газ и соответственно нефтегазовые доходы бюджета начали сокращаться и ввиду этого вот недавно были новости что минфин решил распотрошить немножко газпром то есть во первых газпром объявил высокие дивиденды на свои акции это где-то государство получило более 500 500 миллиардов долларов рублей простите и конечно же это налоги ндпи там еще около 600 миллиардов рублей то есть вот чуть более триллиона рублей достаточно существенная сумма для бюджета но все равно этот год будет дефицитный но что говорить о 23 годе то вероятно нужно будет изыскивать другие источники капитала фондирование например запада но закрыто в этом смысле уже много слухов ходит о том что центральный банк экспериментирует с количественным смягчением или скорее всего даже его уже использовала в ноябре начале декабря этого года были реализованы минфином облигации где-то на полтора триллиона рублей и на пресс-конференции центрального банка эльвири набиуллиной некоторые корреспонденты задали этот вопрос можно ли это считать количественным смягчением на что она ответила что ни в коем случае нет центральный банк россии никогда не прибегал к таким методом и не будет на полном количественное смягчение это термины с кризиса 2008 года была популярна эта мера заливать на рынок ликвидность за счет скупки центральным банком бумаг разного рода в первую очередь государственных облигаций центральный банк закупает облигации значит забрасывать на рынок соответствующее количество национальной валюты которую он может имитировать просто запуском печатного станка россии никогда не прибегали к такому методу и получали критику со стороны такого красно-коричневого хранительского блока который считал что нужно решить проблемы экономики за счет дешевого фондирования низких процентных ставок дескать вот это тот инструмент который позволил бы вздохнуть свободно российским предприятиям но ведь не только этот метод использует российское государство для насыщения ликвидностью рынка из защищения доходной части бюджета ведь ранее центральный банк по сути выпустил 1 триллион необеспеченных рублей за счет перекладывания части золотовалютных резервов со счета правительства за счета минфина на свои счета это те самые резервы которые заморожены за рубежом которыми нельзя реально воспользоваться такая притворная сделка состоялась центральный банк у правительства купил несуществующие активы ну те которые невозможно никак потратить пока действуют санкции и под это дело выпустил еще 1 триллион рублей то есть вот такими триллионами каждый раз триллионами деньги забрасываются в экономику естественно это решает задачи военных действий я не знаю такого примера в истории человечества может быть наши зрители подскажут комментариях чтобы военные действия велись не финансировались не эмиссионным образом даже в советском союзе известный тезис известный момент вот как-то в одном из своих роликов рассказывал что в сорок третьем году сталинское правительство принимает решение вернуть часть долгов центральному банку взятых на ведение военных действий то есть сорок третьем году как только стабилизировалась ситуация на фронтах в пользу красной армии так тут же советское правительство решает погасить часть вот этого выпущенного эмиссионным образом рубля чтобы не оказывать давление на потребительский рынок чтобы не форсировать дефицит чтобы не снижать уровень жизни населения а в сороковые годы еще до наступления пятидесятых весь этот долг был погашен перед госбанком то есть сталинское правительство ну отличалась довольно высокой монетарной дисциплиной сравнению с тем что делала позднее советское правительство что делают западные государства но и теперь начало делать государство российское то есть вот этот тезис о том что война и военные действия ведутся за счет финансируются за счет эмиссии а значит за счет скрытого налога на все население он в общем двадцать втором году себя проявил впервые за 30 лет центральный банк прибег такому инструменту это приведет к росту цен что у нас с инфляцией в этом году вообще инфляция в этом году остается на достаточно приемлемом уровне если сравнивать с разными странами включая развитые например около 11 там 12 процентов по разным оценкам но великобритании точно такая же инфляция в европе тоже в некоторых странах европы как прибалтика и имел ввиду эстония литва латвия там вообще 20 и выше процентов но все-таки доллары печатают американцы евро печатают европейцы а инфляция у них все-таки ниже чем в россии россия которая только в этом году прибегла к определенным миссионным операциям связанным с финансированием военных действий но очень характерно вот это интересный вопрос теоретически почему соединенные штаты наращивают эмиссию беспрецедентными масштабами триллионы десятки триллионов долларов тратится на преодоление пост ковидного кризиса а инфляция у них все она ниже почему центр периферические отношения доллар так равномерно размазывается во всей мировой экономики залезая в резервы в торговые операции в на депозиты банков и частных лиц и тем самым постепенно девальвирует их доходы и тихонечку так сказать американская правительство таким образом отщипывает по кусочку у каждого держателя долларовых активов причем что характерно если вспомнить недавний ролик выше на простых числах это не приводит к какому-то катастрофическому падению роли доллара мировой экономики она постепенно снижается например как часть мировых резервов 70 до 60 процентов немножко диверсифицирует свои международные резервы страны мира но в вопросе торговли в вопросе международных инвестиций доллар остается господствующей валюты и ни одна другая валюта не может бросить вызов американскому доллару ни евро ни тем более юань роль которого остается мизерной в мировой экономике три с половиной процента мировых резервов приходит даже нет три с половиной три с половиной единицы такой индекс использования юани как резервной валюты рассчитал мбф по-моему или федеральная зеленая система кто-то из них при том что у соединенных штатов у доллара этот показательно превышает 60 а у юань только три с половиной то есть пока он не может выступать в роли конкурирующей с америкой валюты конкурирующей с долларом валюты ну правда в двадцать втором году кое-что поменялось и россия чуть более активно стала торговать в юанях с с этим самым с юанем с китаем и поэтому вводится новое бюджетное правило которое предполагает что если ранее минфин руками центрального банка выкупал избыточную валюту по отсечке 42 доллара за значит за баррель нефти то теперь эта практика отменяется и за три года значит государство может получить ну экономика может получить экспорта нефти не более чем восемь триллионов рублей вся сумма которая превосходит это значение будет также выкупаться значит центральным банком резерв но в отличие от прежних лет на эти деньги будет закупаться юань да не доллар вот пожалуй единственное отличие ведь на самом деле санкции против россии уже восемь лет вводятся и за эти восемь лет никаким существенным образом валютная корзина российского центрального банка или даже особенно экспорта импортных операций практически не поменялось немножко упала доля доллара немножко выросла роль евро рубль как был такой очень слабой валютой с точки зрения ее участия в транзакциях международных российских федераций так это и осталось вот интересно что нам несет грядущий двадцать третий год усилится ли роль рубля как все что ты рассказал ли все верно и вот то что платежное бюджетное правило вводится только немножко изменилась механика и то что фонда и кубышка так называемая которую сейчас как известно распотрошили у нас ну как минимум арестовали еще потрошить не стали она опять будет формироваться но только в валютах дружественных стран китая может быть индии что интересно поскольку теперь на эти деньги будут закупаться не доллары а юани рубль будет девальвироваться относительно юаня искусно девальвироваться теперь старшей валютой для россии будет не американский доллар не евро а юань и это очень ярко выражает собой видение российского правящего класса о том чтобы перейти из категории периферии запада периферию китайской экономики стать подчиненным ему таким субъектом таким сателлитом китайской промышленности собственно для этого будут накапливаться вот эти самые резервы в юанях чтобы выполнять ту же самую роль только относительно доллара относительно китайской экономики и вот мы сейчас затронули финансовую такую сферу и какие здесь были преобразования теперь несколько слов хочет сказать о реальном секторе какие преобразования в реальном секторе случились в этом году и конечно же мне видится что самым таким известным словосочетанием это является понятие технологического суверенитета и кстати скоро уже но пока наверное этот ролик выйдет в на нашем канале уже появится ролик фундаментом о технологическом суверенитете где я бы такое провел менее исследования а насчет как появился этот термин оказывается дмитрий анатольевич медведев как-то сказал в одном из пресс-конференции по-моему партии единая россия что вообще импортозамещение оно звучит унизительно а вот технологический суверенитет ну как-то фундаментально да а почему унизительно как я понимаю потому что оно было полностью провалено и 2014 года да видишь запустил все эти термины да и по сельскому хозяйству кстати тоже был ролик на простых числах про провал в общем-то по ряду вот этих показателей которые должны были быть достигнуты нет этого не получилось а про высокие технологии говорить не приходится не это если мы взять микроэлектронику там допустим или самолета строения и так далее и в общем теперь спонтанно и каким-то в авральном режиме вводится вот этот технологический суверенитет однако такое все-таки отличие от импортозамещения я нашел значит если импортозамещение все-таки это было в основном политика пряника то есть мы там субсидируем где-то ставку понизим налоговую где-то какие-то преференции дадим то технологический суверенитет предполагает еще и кнут имеется ввиду если государство пожелает заключить контракт с хозяйственным субъектом любой формы собственности то та не имеет права отказать более того расшибись в лепешку но сделай и здесь вводится ответственность административная уголовная соответственно как я понял капиталистам дается карт-бланш эксплуатировать рабочих хоть в три смены но цель выполни скучно улавливать здесь попытка как-то косплеить госплан сказать мы даем централизованное какое-то задание спрашиваем за его исполнение только главном забыли госплан невозможен на базе частной собственности да об об обчислении средств производства речь не идет наоборот российским олигархам обещают разные формы поддержки в частности через курс рубля мы видим как стремительно стал девальвироваться рубль в декабре 22 года ну там ноябрь декабрь на 10 рублей он упал буквально за пару недель это интересный вопрос ведь на самом деле почему так произошло откуда возник столь резкий спрос на американские доллары на евро в связи с чем рос их курс если экспортный импортный баланс поменялся незначительно конечно да потихонечку восстанавливается импорт можно сказать что на 10 процентов изменился этот баланс который привел к такому резкому удорожанию долларов и евро конечно нельзя об этом говорить поэтому тут возникают разные такие объяснения происходящему во первых почему обесценился рубль возможно это кумулятивный эффект от избыточной эмиссии которая приводит к наращиванию денежной массы денежная масса растет последние месяцы стремительными темпами это вроде как тоже способствует девальвации рубля и укреплению доллара плюс ко всему есть тезис такой сми распространяемый такой инсайт том что нефтя нефтя нефтяники по договоренности с государством отказываются продавать доллары по цене ниже 7 ниже 70 тоже такой пол цены ввели то есть эти потолок а эти пол цен ввели пол цен на доллар то есть пока долго не достигнет 70 рублей продажи не будут не состояться поэтому видим как когда доллар пересек отметку 70 рублей добрался до 72 экспортеры стали резко продавать валюту и немножечко сбавили до 69 курс американского доллара о чем это все говорит это говорит о том что на самом деле российское государство остается в той же самой периферийной парадигме которую даже они не отрицали самые острые месяцы развития кризиса казалось бы там март апрель май самое сильное давление на экономику по идее некоторое воодушевление связанное с тем что вот мы теперь имеем все возможности порвать связи с западными империалистами выйти из отношений неэквивалентного обмена отказаться от старой исчерпавшей себя модели экономического развития но нет и силуанов и белоусов то есть и либералы и государственники все говорят нам нужен как ты сегодня говорил доллар по 70 иначе никак и это интерес очень диссонировала с той картиной мира которую правящий класс через средства массовой информации навязывать глубинному народу ведь что у нас думает простой человек который смотрит первый канал вот был рубль 120 за доллар в какие-то времена там сразу после своего все там американцы нагадили но потом уж собралась силами рус матушка и рубль укрепился аж до 51 вока хорошо рубль крепкий крепкий значит хорошо ну вот если рубль крепкий хорошо если слабый плохо и тут вдруг оказывается что высшие чиновники говорят о том что рубль надо искусственно ослаблять а кто это делал в прошлый раз спрашивается может все-таки англосаксы виноваты что у нас рубль скакнул если помню с 6 до 25 потом с 25 до 30 30 70 кто был заинтересован бенефициаром правящий класс россии да очень трудно объяснить это каждый раз агрессивными действиями западного мира здесь сам сама российское государство заинтересована в таком развитии событий это очень интересный вопрос который в общем заставляет лишний раз задуматься о том что никаких перемен сверху ожидать не стоит нет они уже да скорее будут пытаться воспроизводить привычные экономические отношения просто в новых условиях частично отыскывая себе новый центр накопления в лице китая а частично восстанавливая порванные отношения западным миром через разные фильмы прокладки через там газовые хабы в лице турции и иные такие заплатки и промежуточные полумеры которые позволяют просто ну скажем так прийти к привычной им модели государственного управления тут в общем в общем интересный вопрос мы пока с тобой о макроэкономике говорим о высоких материях а люди-то как живут как сказалось 22 год на уровне реальных располагаемых доходов но он конечно же снижался и вообще тенденция да и вообще динамика удручающая с 2014 года по некоторым расчетам из 13 и от 13 минус 15 процентов к этому году реальных располагаемых доходов населения я здесь хотел подчеркнуть по поводу тринадцатого года что в нем то уже динамика роста россии сократилась чтобы не испортить вот эту статистику что вот мол 14 год как ты сказал нагадили американцы и вот пошло нет все началось гораздо раньше и получили темпы роста стали падать час одиннадцатого если ты помнишь до 12 и в 13 при катастрофически высоких ценах на нефть до 140 долларов за баррель темпы экономического роста в россии упали до одного процента в тринадцатом году да и никаких санкций потом и значит реально располагаемые доходы в том числе естественно сокращались все это время и 21 год он на самом деле я тоже думаю что он показателен это до спецоперации показывает нам что допустим естественно убыль населения составила более одного миллиона человек но как это может быть что родилось настолько меньше а умерло людей такое большое количество все очень просто потому что умирают прежде всего люди бедные а бедных в россии 20 миллионов человек ну и еще возможно больше потому что по разным оценкам к бедными считают себя каждый третий а сейчас еще будет наверное к сожалению эта статистика расти и они не могут себе позволить нормальных лекарств нормальной одежды нормальной еды с сбалансированными калориями и они как раз кандидаты на тот свет как это очень грустно звучит падает рождаемость и все и да это комплекс вот этих мероприятий двадцать второй год ввиду продолжение кризиса и на фоне спецоперации я думаю будет означать продолжение вот этих негативных тенденций двадцать третий год тоже из-за вот этих сложностей которые мы говорили раньше не предвещает пока ничего хорошего но при этом я не хочу нагнать жути какой-то и сказать что прямо погибнем с голоду нет вообще как ты сказал промышленность которая была построена еще при советской власти она позвали позволит жить не голодовать даже но конечно это будет не на широкую ногу пока же если еще вспомнить новость что растет закредитованность населения растет количество кредитов которые люди берут для того чтобы обслуживать свои старые долги да вот тут как раз новость российская газета пишет что с начала года доля значит тех заемщиков которые берут кредит на погашение старых долгов выросла с 49 до 55 процентов на шесть процентных пунктов то есть вопрос о рефинансировании старых долгов становится все более более острым что говорит о том что текущих доходов граждан не хватает на погашение их текущих обязательств параллельно с этим последние годы росла доля ипотеки в общем кредита портфеля россиян это немножко приближает нас к американцам но у них правда 80 процентов ипотеки у нас чуть больше 50 а у нас чуть больше 50 но в целом вот это относительно небольшая доля ипотеки по мировым меркам это немного 50 процентов говорит о том что по сути половина долгов берется на текущие нужды на лечение на образование а то еще кто не особо длинновиден там на свадьбу и потом выплачивает это еще многие годы особенно спустя уже время когда брак распался люди все еще выплачивают свои старые долги по значит кредиту взятому на свадебное путешествие на такие примеры до встречал к сожалению довольно много и в этой связи конечно интересный вопрос а какие меры социальной поддержки были примены в этом году ну кроме вот этих вот уже набивших оском на 10 тысячах рублях которые в любой непонятной ситуации выплачивают государство семьям с детьми что-то может быть более существенное заметил ли ты какие-то новаторские идеи социальной политики государства двадцать втором году ведь ситуация это относительно новое не складывалось подобных предпосылок в российской экономике ранее да не складывалось конечно но вообще наш правящий класс он как-то умеет похваляться допустим такими скажем достижениями как допустим сколько было затрачено на лечение в время пандемии вообще сколько стоило по пандемии оказалось где-то менее там трех с половиной что ли пяти процентов где-то вот в этой промежутке процентов ввп и что они говорят вот мы молодцы не то что какие-то немцы которые использовали намного больше денег ну и умерло здесь намного больше вот касательно этого года то я слышал о поддержке эти отрасли что айтишникам кстати будут предлагать и дешевые процентные ставки на ипотеку и еще отсрочку от армии что немаловажно вот согласно вот этим законодательным актом в рамках технологического суверенитета будет некоторые привилегии высокотехнологичным компаниям будут сокращено количество их проверок кстати не тоже трудно сказать насколько это хорошо или плохо потому что как только такие создаются оазисы с низкими налоговыми проверками и ставками то такими рода островками свободы назовем могут воспользоваться не совсем чистые на руку предприниматели то есть если ты опять даешь карт-бланш и без никаких проверок к чему это может привести позволит ли это достичь результатов но в целом традиционно такая социальная поддержка населения она не очень-то у нас важна и развивается у нас все-таки какая-то поддержка есть а европейцы сегодня завтра замерзнут и с голоду помрут и пойдут с протянутой рекой к россии просить прощения за введенные санкции ведь так нам обещали в начале года ну да еще некоторые продолжают обещать утверждая сколько триллиона долларов потратили европейские домохозяйства и фирмы на значит ну в связи с энергетическим кризисом европе на правда стоит заметить что из этого триллиона 750 миллиардов им было погашено из государственных бюджетов европейских стран за счет чего была осуществлена вот эта беспрецедентная поддержка населения в условиях энергетического кризиса вообще мы снова подошли к европе и вот близко вот тема к опять количественному смягчению потому что за счет чего можно и вот такого рода подачки давать населению за счет печатного станка и кстати говоря европейский союз и ее экономика показывает резкие отрицательные показатели счета текущих операций в том числе на энергетические да а за счет чего покрывать дефицит за счет опять печатного станка роста госдолга 97 процентов ввп составляет сегодня долг европейских стран совокупные относительно что их внутреннего продукта это очень высокий уровень поскольку все таки не все страны европы отличались высокими долгами но теперь они все вынуждены идти по этому пути запись запускает печатные станки ну по факту центральный европейский центральный банк скупает долговые бумаги германии франции австрии италии финляндии которым не хватает денег для того чтобы их домохозяйство и фирмы могли закупать российский газ по сверхвысоким ценам которые в июле достигали трех с половиной тысяч евро за тысячу кубометров если помнишь да кстати тогда медведев обещал 5000 евро к концу года рисовали страшные картины мучительной смерти европейцев от холода проводили параллели с наполеоновской армии которая значит пришла покорять россию а сама вся померзла в лютых морозах значит сурового российского климата вот и путин должен был обеспечить такие же так это повторение этого сценария для европы но не получилось на самом деле то это опять же не с точки злорадства с точки зрения того что делать такие вот апокалиптические прогнозы как в одну так и в другую сторону как правило является делом бессмысленным поскольку ни один из них как правило не сбывается европа несмотря на все трудности смогла запастись газом на зиму вот катастрофы энергетической у них не будет да вырастут издержки естественно вырастут само собой но сравнивать издержки россии и европейского союза в этом долгосрочном противостоянии на энергетическом рынке на полях украины в буквальном смысле где там значит на этих полях с двух сторон воюют солдаты это очень такое сомнительное сравнение потому что черпают ресурсы обе стороны из разных источников если российская сторона использует качестве ресурса своих же граждан ну что можно сделать эмиссия значит по сути дела собрать с каждого из нас по чуть-чуть на финансированные военных операций вступая в к военную конфронтацию свою экономическую конфронтацию за западным миром недополучить бюджетных доходов за счет падения экспорта за счет скидок китаю так далее это все по сути дела бьет по нашему горбу за все расплачивается простой русский крестьянин как это обычно бывает с европой все наоборот и соединенными штатами все иначе на них работает весь мир поскольку соединенные штаты финансируют свой военно-промышленный комплекс европа компенсирует избыточные расходы на газ за счет эмиссии все это по сути означает что они благодаря контролю над своими резервными мировыми валютами имеют возможность собирать дань со всего мира и таким образом противостояние с россией по крайней мере для соединенных штатов которые не пострадали от эмбарго российского газа является вообще благоприятным событием которое способствует выступают роли стимула американской экономики запускает их экономический рост создает спрос на продукцию химической промышленности металлургии создает рабочие места в военно-промышленном комплексе и в смежных отраслях и в этом смысле когда российские чиновники говорят что америка уже из последних сил на последнем издыхании подбрасывает оставшиеся в кармане центры украине чтобы она продолжала войну с россией это конечно большое заблуждение соединенные штаты наоборот наконец нашли ту самую отрасль которая станет драйвером их экономического роста который абсорбирует себя эту дешевую значит на наличность эти дешевые деньги и создаст кумулятивный эффект мультипликативный эффект для всей остальной экономики поэтому интересный вопрос вот это наверное тема уже для отдельной дискуссии но касаемо прогнозов на 23 год как их тут не запомнить мне думается что это противостояние будет сохраняться именно потому что в нем заинтересован западными особенность я хотел добавить некоторые комментарии вот что ты сейчас рассказал дело в том что все таки и европейский центральный банк и банк англии и фрс они сейчас подошли к некоторому пределу количественного смягчения выражается это в конечно же в серьезных инфляционных процессах и вот такие процентные инфляции близко к десяти это просто ну ошеломительные для этих экономик которых это ну инфляция была около двух процентов то есть получается что если они еще больше будут имитировать денег то какими-то каналами но эти деньги достигают реальных рынков и вызывают там вот это подорожание инфляционные процессы соответственно с этим вот интересен опыт в этом году великобритании где финансовые власти заявили что прекращают политику вот этого количественного смягчения более того чтобы бороться с инфляцией они будут поднимать процентную ставку и подняли ее до двух целых двадцати пяти сотых процента это вызвало ну такие процессы которые бывают в финансовом мире что облигации начинают дешеветь потому что обликации ранее выпущенные под например процентную ставку допустим 2 они становятся отрицательными то есть зачем смысл их держать теряется привлекательность облигаций с низким дисконтом да их начинают продавать с низким процентом скидывать купоном да и продажа облигаций соответственно означает и падение ее курсовой цены а так как основными держателями этих облигаций были пенсионные фонды они говорят что мы на грани банкротства потому что есть такое понятие финансовом мире margin call это когда например твои активы опускаются ниже некоторые точки то ты должен тут же погасить все ранее взятые кредиты и некоторые пенсионные фонды в которых англичане держат свои пенсии были в сентябре этого года в предбанкротном состоянии таком назовем все они выстроились в очередь правительству соответственно финансовым властям чтобы помочь что-то сделать это что-то означало количественное смягчение продолжение той же самой политики это помогло разрядить обстановку на некоторый момент но сама по себе это кажется каким-то вот диссонирующим фактом одной рукой финансовой власти ужесточают денежно-кредитную политику другой ли их рукой смягчают и здесь мы видим такие противоречия капитализма и в развитых странах странах центра которые уже не разрешаются теми инструментами которые могли каким-то облашенцем все-таки я бы не сказал слова преодолеться но отодвинуть эти проблемы на некоторое время то есть проблемы противоречия вот эти кризиса 2008 9 года обнажаются снова обостряются к чему это конечно приведет в двадцать третьем году сказать сложно но к сожалению военно видимо политический конфликт они в том числе будут возрастать в разных уголках мира в том числе чтобы вот преодолеть эти кризисные явления вот уже начал отвечать на мой последний вопрос о прогнозах на двадцать третий год как ты полагаешь что он сулит для россии социально-экономическом смысле тут надо согласиться с некоторыми нашими чиновниками уж не буду называть их поименно что нас ждет долгосрочный спад возможно на десятилетия и конечно же ну мир будет меняться и в для россии все же это будет означать дальнейшее падение располагаемых доходов реальных и некоторым возможно будет грани грозить обнищание потому что пока таких вот положительных тенденций каких-то вот революционных преобразований в экономике к сожалению я не вижу да и что характерно мне думается что вот именно сейчас мы наблюдаем такую визуализацию того это главные угрозы которую многие эксперты описывали еще в начале года острая фаза кризиса пройдет она прошла там марте апреле в мае вроде бы все устаканилось но долгосрочные последствия кризиса уже начинают проявлять себя сейчас и будут проявлять себя еще больше в двадцать третьем году частности компании истощают свои запасы машины оборудования технологии всех тех редких для и ценных для россии дефицитных товаров которые необходимы для воспроизводства национальной экономики очень характерный на мой взгляд является показатель существенного роста задолженности по заработной плате в россии за ноябрь эта задолженность выросла на 16 с половиной процентов и достигла одного триллиона рублей 66 процентов этой задолженности сформировалась и на двадцать втором году остальная часть тянется там еще с пандемийных времен и в этой связи российские предприятия безусловно двадцать третьем году будут испытывать все больше и больше трудностей связанных с проблемой воспроизводства экономического то есть очень надо четко и внимательно следить за показателем износа производственных мощностей которые вероятно будет возрастать в силу того что проблема обновления основного капитала станет наверное одной из существенных и самых значимых для российской экономики в этом смысле все надежды на то что китай даст нам все необходимые материалы станки оборудования и полной мере заместить собой западный мир они ну мне кажется преждевременно это избыточно да они в общем такие чрезмерно оптимистичные хотя бы даже потому что сам китай тоже не всесилен и существенно зависит от поставок из европейского союза соединенных штатов и не желает как мы видим с ним ссориться ограничивая сотрудничество с россией пару месяцев назад в общем белый дом выразил в одном из своих заявлений официальных в общем удовлетворение политикой китая по отношению к россии надо там они сказали еще выяснить насколько китай вовлечен в специальную военную операцию но что касается соблюдения санкций то китай довольно строго это делает не подставляя себя под давление со стороны соединенных штатов поскольку китай несмотря на всю его мощь все же еще остается полупериферийной экономикой зависимой от центра то есть в этом смысле потеря американского рынка потери европейского рынка будет означать существенный и очень болезненный удар для китайской экономики который уже показывает около нулевые темпы роста вот второй квартал завершился вообще практически с нулем что там с третьим что-то я пропустил не помнишь насколько выросла китайская экономика в третий квартал там тоже какие-то очень незначительные цифры да из-за сохраняющегося локдауна ковидного которые в общем по сути разоряют многие китайские предприятия из-за стремительного роста бюджетного дефицита китая падение экспорта чистого экспорта относительно значений еще там начала двухтысячных что и вытягивало китайскую экономику плюс ко всему очевидно перенакопление капитала связанное с избыточными инвестициями 45 процентов уже много раз говорили инвестиции добавлю только загрузка производственных мощностей она у них снизилась сейчас где-то на четыре процентных пункта в том и дело перенакопление капитала непременно будет сопровождаться снижением загрузки производственных мощностей потому что избыточный капитал приводит тому что инвестиции становятся нерентабельными характерно видно по рынку недвижимости в китае простаивающие домах где можно расселить вообще все население россии это есть не что иное как инвестиции с макроэкономической точки зрения то есть как бы строительные компании сами у себя купили квартиры теперь не знаю куда их дети инвестировали в недвижимость и теперь с этими инвестициями стоят на грани разорения как китайская компания в грант которая то ли с помощью государства то ли с какими-то инструментами квази поддержки смогли смогла преодолеть этот кризис но тем не менее он все еще сохраняет остроту и выражает собой структурные диспропорции китайской экономики преодолеть которые вот так вот легко за один год не получится и в этой связи россия китая может рассматриваться только как инструмент решения собственных проблем возможно поставок ресурсов по очень выгодным ценам с гигантскими дисконтами что позволит повысить норму прибыли китайских производителей но скорее это может касаться только сырьевых товаров уже товары первого передела например там сталитейная промышленность она уже китаю не особенно нужна что очень ярко выражается в как с чего мы начинали с отрицательной рентабельности экспортных поставок черной металлургии в китай потому что китай там спрос соответствующий не предъявляет а что касается общих прогнозов которые можно дать уже я тут позволю себе на этом закончить наш с тобой диалог можно вспомнить документ который утек в сеть вот и попал к журналистам блумберга авторами его являются сотрудники правительства россии министерства экономического развития и там давался прогноз разного уровня пессимизма самый оптимистичный прогноз который теперь форс от российские сми он предполагает что экономика восстановится к 24 крайний срок 25 году до уровня 2021 хотя это уже колоссально потери практически четырех пяти лет экономического развития среднесрочный средней паршивости вариант предполагает что восстановление затянется до 27 28 года а самый негативный сценарий который предполагает усиление санкций затяжной характер военных действий на украине то есть постоянное высасывание бюджетных средств вот эту мясорубку военных действий будет означать сдвиг горизонтов восстановления экономики туда за тридцатый год хотя уже сейчас практически мы откатились на 45 лет нашем экономическом развитии а с точки зрения доходов населения так и вовсе на 15 лет назад что конечно весьма печально и создает весьма туманные перспективы развития то есть мне кажется можно поставить такой диагноз на катастрофы ожидать не стоит от голода мы не умрем но усилится ускорится постепенная деградация производственных мощностей если стратегия развития российского государства социально-экономическая стратегия не поменяется очень существенно мне кажется здесь уже недостаточно проводить какие-то отдельные косметические реформы речь должна идти о фундаментальном переустройстве российской экономики которая мне думается невозможно усилиями лишь российского правящего класса он может быть даже и захотел бы что-то поменять на просто органический это не способен десятилетиями он затачивался под одну модель экономического развития под обслуживание сырьевой трубы и значит встраивание в международное разделение труда в роли периферии уж коль скоро они пытаются косплеить советские союзы и значит изображать из себя ту самую историческую россию которая способна преодолеть все внешние вызовы то нужно брать на вооружение некоторые примеры и инструменты столетней давности в частности об обществлении что конечно никогда не произойдет сверху такие перемены должны проводниками таких перемен должен стать трудящийся рабочий класс мне думается что только снизу такие инициативы могут быть воплощены в жизнь ожидать доброй воли от российских чиновников олигархов суть компрадорской буржуазии мне кажется совершенно наивно лучшее что они могут нам предложить это по более или менее сходной цене продать россию китаю на тех условиях которые заставят нас задуматься может быть под англосаксами это лучше было находиться чем теперь под нашими восточными друзьями прекрасные перспективы на этом мы закончим наш диалог всех с наступившим новым годом увидимся в новых роликах до свидания до свидания